Ну вот сегодня есть два отличия. Первое, что мы обычно обсуждали какие-то тут эзотерические проблемы, которые вообще, конечно, занятно там редактируются ли РНК, но к нашей вообще непосредственной жизни уж прямо какого прямого отношения не имеет. Второе, обычно у нас выступали наши молодые сотрудники, а сегодня не наш сотрудник у нас в Путинске. Нам оказал честь и делать нам эту самую лекцию. Значит, вот сегодня нам расскажут то, что нас вообще жизненно касается. Хотя вот когда я был в том возрасте, когда, как большинство сидящих в зале, я думал, что меня это вообще не касается и был глубоко убежден, что не коснется никогда. Теперь я понимаю, что ситуация несколько другая. Вот. И, значит, я рад приветствовать в нашем зале профессора, член-корреспондента Российской Академии Наук Владимира Николаевича Гмисимова, президента Геронтологического общества при Российской Академии Наук. Вот. Ну а заголовок здесь. Пожалуйста, Валентина. Да, давайте поприветствуем нашего. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть указочка? Я забыл дома. Пойнт. Обычно вот этой мышью, если вам удобно будет, да? И сам вот так? Переключать этим, да, вот этой мышью, да. Вот девиз лекции, который мне бы хотелось подчеркнуть «От ложного знания к истинному невежеству». Это сказал Владимир Яковлевич Александров, известный цитолог, генетик, работавший в Ботаническом институте в Ленинграде. За последние 160 лет продолжительность жизни человека увеличилась в среднем на 3 месяца в год. И нет никаких оснований полагать, что это не будет в будущем. Однако очень радикально изменился характер распределения. Возрастная пирамида. Вот вы видите, как она была в начале века слева. И к 50-му году это уже башня. А в России это башня с усеченным основанием. Как известно, башня с усеченным основанием очень неустойчивая, может, рук. Самое интересное событие, которое происходит сейчас, это удвоение числа столетних каждые 10 лет в Европе и в Западном мире. К 2050-му году ожидается, по некоторым прогнозам, от миллиона до 4 миллионов столетних только в США. Это ставит большие задачи перед здравоохранением, перед социальными службами, потому что такой огромный объем пожилых людей, доля пожилых людей, достаточно чревата экономическими последствиями для всего человечества. Каждый месяц свыше миллиона жителей Земли переступает порог 60-летия. 80% из них живут в развивающихся странах. Представляете, какая это нагрузка? Вот что в России. Сегодня популяция россиян уменьшается, число детей все-таки катастрофически недостаточно для простого воспроизводства населения, и доля пожилых к 2050-му году составит, по некоторым прогнозам, до 36-40%. Вот демографические показатели России на 2010 год. Мы занимаем 9-е место в мире по численности населения, ожидаемое продолжительной жизни 147-е место, то есть далеко от многих стран, даже Африки. Показатель молодости очень незначительный, 209-е место. И доля населения в трудоспособном возрасте тоже катастрофически недостаточно. И вот на этом графике видно, что с возрастом хронические заболевания существенно увеличиваются. И всем хотелось бы дожить до 100 лет, но хотелось бы дожить в хорошем состоянии, качество жизни существенное. Вот здесь представлены причины смерти человека в США и в России. Вы видите, что в России умирают сердечно-сосудистые болезни в два раза больше, чем в США. От инсульта в несколько раз больше, от травмы в три раза больше. И всего умерло за этот, за год одинаковое количество людей в США и в России. Но число, численность населения в США в два раза больше, чем в России. Значит, смертность у нас значительно больше. Вот интересны калькуляции, которые были произведены демографами о продолжительности человека, увеличении продолжительности жизни человека при устранении главных причин смерти. при рождении, рассчитанной и при достигших в возрасте 65 лет. Вы видите, что устранение основных причин смерти не очень-то приводит к увеличению продолжительности жизни. Скажем, если рак ликвидировать как болезнь, то всего на два-полтора года увеличится продолжительность жизни. Те обед, которые косит, является одной из самых больших проблем на Западе, в США, например. Всего меньше года. Относительно риск смерти от разных причин был рассчитан на популяции медсестер. Почему были взяты медсестры и их хорошо контролировать? Это люди одной профессии, примерно известные возрастные рамки, известный образ жизни. И вот оказалось, что среди факторов риска преждевременной смерти женщин в США курения, избыток веса тела, низкая физическая активность, избыток жира с низким уровнем потребления фруктов, овощей, рыбы, волокон, полиненасыщенных жирных кислот. И что забавно, потребление алкоголя нулевое или более 15 грамм при счете на этанол в день увеличивает риск смерти преждевременной. И вы видите внизу показано, что 55% причин смерти можно устранить при отказе от курения. Спасибо большое. Поэтому встает вопрос, каковы привитеты государства и общества по отношению к пожилым? Что ожидает государство и общество в целом от исследований по геронтологии? Как много будет сохранено средств в результате исследований по геронтологии? Вопрос, который всех волнует, наследуется ли старение и долголетие. На самом деле установлено, что примерно 30-35% вариабельности в общей смертности обусловлены генетическими факторами. Тогда как все остальные различия связаны с факторами окружающей среды. Генетический код в человека и шимпанзе сходен различается только на 2%. Вот здесь портрет Жанет Кальман, который установил мировой рекорд долголетия 122 года и 164 дня. Все остальное это сказки, неподтвержденные данные долгожительства Кавказской. Это больше легенды. Документально ничего не подтвердилось. В России удалось подтвердить случай якутской Варвары Семенниковой, которая 117 лет прожила с небольшим она недавно умерла. Был обнаружен сертификат, то есть запись в церковной книге. Это было доказательством ее 117 летия. А вот здесь перечислены гены, которые в разных видах влияют на продолжительность жизни. Видите, включая даже онкогены, здесь представлены, которые влияют на продолжительность жизни в животных разных видов. Это говорит о том, что не существует единого гена старения. И периодически в литературе даже самые достойные появляются сенсационные сообщения, что обнаружили ген старения. Все это до следующей публикации, когда еще один ген обнаружен. Вот здесь перечислены факторы окружающей среды, которые вызывают преждевременное старение. Вы видите, тут примеров только несколько примеров профессионального ускоренного старения, радиационного, электромагнитные поля 50-60 герц, свет ночью, курение табака. Все это ускоряет старение. Ну вот, хотелось бы сказать несколько слов о физической активности. Об этом как-то мало говорят. Но вот данные относительно мазаринской смерти среди участников конкобежных марафонов в Голландии спустя 32 года посчитали. И оказалось, что те, кто выполнил норматив, то есть это не выдающиеся спортсмены, это просто обычные люди, которые раз в году по каналам в Голландии зимой пробегают марафонскую дистанцию, и кто выполнил норматив, имея 3 смерти, почти на треть меньше. А вот мета-анализ 14 исследований в журнале спортивной медицины американском, в котором показано, что элитные спортсмены, занимающиеся аэробными и смешанными аэробными видами спорта, это легкая атлетика, игровые виды спорта прежде всего, имеют меньшие смертности, живут дольше в общей популяции. Анаэробные виды, но это штангисты и тому подобное, не оказывают такого эффекта. А вот члены олимпийских сборных 19 государств, бегуны жили на 3-5 с лишним лет больше, игровики, футбол, хоккей, баскетбол на 4 года жизни. Силовые виды штанга, бокс, рейсинг практически несущественно, статистически незначимо. В настоящее время очень много рекламы обрушивается на наши головы с просьбой, с обещанием продлить жизнь на 1,5 лет в АИФе, я сам читал. Креблевские таблетки какие-то называются. Реклама самая разнообразная. Вот здесь представлены серьезные рекламные книги. Вот, скажем, мелатонин, чудо мелатонина, это Вальтер Перпаулин написал, чем нанес большой ущерб изучению мелатонина. Гормон роста рекламируется и так далее. Вот наши соотечественники вносят хороший вклад. Вот была такая книжка «Фундаментальные механизмы геропрофилактики». На которой была написана рецензия в успехах геронтологии и в ряде других мест. Вот они вот такая фраза, видите, используя обратные связи и представление о промывании световым потоком темных мест удается увеличить уровень обмена веществ и ликвидировать хронический процесс изобретения. Сильно сказано. Это доктор технических наук писал, кандидат биологических и два профессора медицины. И вот они то же самое написали, добавили отличие этих книг в том, что здесь молитвы еще добавлены. Видимо, это очень помогает. Ну, если серьезно говорить, то основные группы геропротекторов, то есть веществ, которые продлевают жизнь, перечислены здесь. Это антиоксиданты, нейротропные препараты. Вы видите, что здесь спектр очень широк. Это говорит о том, что ничего на самом деле всерьез не помогает. Но хотя некоторые тенденции в этом отношении имеются. Вот американцы наконец-то в 2000 году начали программу тестирования геропротекторов. Здесь перечислены группы веществ, которые они намерены в принципе испытать. Вот здесь перечислены эти вещества. Вы видите, что это достаточно разнообразные агенты и пищевые добавки, нутриенты, некоторые лекарственные аспирин, скажем, рапомицин, это антибиотик, рисфератол, это активное начало красного вина, полифенола. Вот дозы, в которых это испытывается. А здесь мы написали то, что в нашем институте, в нашей лаборатории испытано за 30 лет различные препараты, антидиабетические бегуаниды, нейротропные препараты, антиоксиданты некто, пептиды, ну и некоторые вещества от энтеросорпентов кончают биотиками и кардиопротективными средствами. Должен сказать, что теории старения существует огромное количество. Одна из наиболее популярных была выдвинута Хармана в 56-м году. В 58-м году Николай Маркович Эммануэль выдвинул ту же самую концепцию свободно-радикальную, что активные формы кислорода повреждают клетки, повреждают мембраны, повреждают ДНК и укорачивают продолжительность жизни. Вот Харман родился в 16-м году, в ноябре месяце, если доживет до 100 лет, наверное, ему дадут Нобелевскую премию, все-таки, потому что нужно доказать свое право, что свободно-радикальная теория верна. Вот пересадка избыточных копий гена супероксидисмутаза или каталаза на дрозофилах увеличивает продолжительность жизни. А на мышах нет. Испытаны огромное количество антиоксидантов. Вот здесь представлены некоторые из них. Двамрикаптэтанол, токоферол, аминье, селен, эпигид, который Эммануэлем сделан. И вот все они продлевают среднюю продолжительность жизни. Но по-разному влияют на фертильность, то есть на плодовитость. И что самое поразительное, они по-разному влияют на развитие опухоли. Такие известные препараты, как токоферол и селен, при большой дозе может вызвать злокачественное образование. Когда стали смотреть на людях, оказалось, что токоферол, витамин Е, не снижает, собственно, не оказывает никакого гиропротектного эффекта. Бета-каротин, который широко пропагандировался как гиропротектор и антиоксидант, даже увеличивал риск околевков у курильщиков по сравнению с плацебо. Таким образом, можно сказать, что вот такие классические антиоксиданты, которые до сих пор на слуху и широко рекламируются, не приносят никакой пользы нашему здоровью, в основном пользы гуманцевтическим компаниям. Вот Владимир Петрович Скулачев, хорошо известный каждому российскому биохимику и биологу, самый цитируемый ученый, предложил принципиально новый класс антиоксидантов. Препараты СККУ Скулачевские ионы, пластыхинон, который связывает свободные радикалы непосредственно в митохондриях, не выпуская их за пределы, предохраняя тем самым и ядро, и другие элементы в клетке, которые могут продлевать жизнь. И вы видите, что кривая выживаемости, это данные нашей лаборатории, мы несколько лет испытывали эти препараты, максимальная продолжительность жизни не увеличивается, но средняя у некоторых линий животных увеличивается. И что было для нас достаточно интересным, вы видите, в 27 месяцев мышка контрольная и получавшая препарат СКК. Кифоз у неё, конечно, она выглядит, вибриз, вибриз потеряла, то есть она была значительным качеством жизни у неё была хуже. Но максимально продолжительность жизни не менялась, число опухолей тоже не менялось. Тогда мы использовали мыши с трансгенной, вот с этим благозвучным онкогеном, который вызывает 100% рак молочной железы у мышей в течение 9-10 месяцев, то есть очень рано. И получилось, что СКК, в общем, в некоторых дозах замедлял развитие опухоли. Интересная проблема, много шуму было тоже вокруг неё, это с респиратором. Оказалось, что французы, потребляющие существенно больше жира, масла, сыра, свинины, чем американцы, достаточно стройны против американцев, где максимум ожиревших людей с избыточным весом тела. И всё это было объяснено тем, что французы потребляют много хорошего натурального вина, в котором нашли респиратол. Но он оказывал защитное действие и увеличивал продолжительность жизни мышей, которые содержались на высоко жировой диете только. И пересчёте на человека, ну это условные, конечно, пересчёты, что надо выпивать 10 литров вина, чтобы получить такую же дозу эффективного респиратола. За сколько времени? В сутки. А? В сутки. Хорошо. Вот это, вот эта работа в Нэйче, которая была показана в ответе на высоко жировой диете, замедление, уменьшение смертности и улучшение кривой. Максимально продолжительной жизни не увеличилось, и про опухоли тоже ничего не говорилось, потому что по нашему глубокому убеждению за всё надо платить, и если жизнь продлевается, при этом увеличивается риск рака, то кому нужно такое продление жизни? И вот самый лучший способ, который воспроизводимо увеличивает продолжительность жизни у разных животных, это ограничение калорийности питания. Вы видите, от сиэлеганс до приматов снижение калорийности питания оказывает благотворный эффект. Прежде всего тормозится развитие ассоциированных возрастов заболеваний. Дело в том, что вот система передачи сигнала глюкозы, ну гормон роста, инсулин подобный фактор, роста один и джефф ванн, глюкоза, инсулин и глюкоза очень консервативны, и у всех видов животных действуют примерно одинаково. И вот самый грандиозный проект современной геронтологии, когда в трех питомниках в США на двух видах обезьян резусы беличьих в течение 25 лет уже с лишним получали ограниченную калорийность и диету на 40%. И было установлено, что уменьшается размеры тела, снижается содержание жира, температура, уменьшается уровень глюкозы, инсулин, инсулин подобный фактор рост 1, тормозится фертильность, что негативно, ну что, конечно, положительно, снижается сердечно-сосудистая заболеваемость и опухоли, замедляется возрастное снижение уровня дигидроэпентростерона, это гормон надпочечников, продукт кортикостероидной группы, возрастное включение и выключение репродуктивной функции и увеличение толерантности глюкозы и чувствительности к инсулину. Буквально недавно, 29 августа в Нэйче была статья, которая нашумела очень много, стали говорить о том, что обезьяны, которые живут на этой диете 20 с лишним лет, они меньше по размерам, но кривые выживаемости у них ничуть не лучше. То есть, качество жизни улучшается, а продолжительность жизни не меняется. Хотя, качество тоже относительно, меньше болезней, но они меньшего роста, позднее созревают, фертильность меньше. Вот этот вопрос остается таким образом открытым. Оказалось, что в тех двух питомниках, которые основные в Висконсине и Балтиморе использовали этот подход, было несколько разных дизайн экспериментов, разные ограничения калорийности, полное или контролем было на 10% снижения против нормы ад либитум, когда без ограничений давали. И оказалось, что вот эти различия могут объяснить некоторые противоречия в результатах двух очень уважаемых и серьезных исследований. Когда вот на обезьянах это все пошло и был большой оптимизм, что это будет увеличение продолжительности жизни, добровольцы в США основали общество ограниченной калорийности, диеты и 18 человек в течение шести лет очень строго соблюдали диету, получали вот менее 2000 ккал в сутки, ограничивая себя только в сладком закусках и десерте, а так все употребляли, что и контрольная группа, те же 18 человек, которые употребляли стандартную американскую диету. И в общем результат, можно сказать, однозначный, замедление развития атеросклероза было получено. Опыт был восстановлен, потому что 86 лет это недостаточно, а ждать 50 лет у исследователей терпения, видимо, не хватило, или они не надеялись получить результат. Но оказалось, что на себе поставили опыт уже давно люди с ограниченной калорийностью питания, потому что образ жизни и характер питания, который составляет важную составляющую образа жизни, очень различаются на разных странах. В США, где я уже упоминал, эпидемия ожирения, потребляют до 4000 ккал в сутки. В Европе на 17% меньше, в Японии на 27%, и в Японии самая максимальная продолжительность жизни ожидаемая. На Окинаве, где кластер столетних, там плотность столетних на 10 тысяч населения самая большая, но окинавцы потребляют до 2000 ккал в сутки, едят сою, рыбу, рис. Они ростом до 150 см, весом 47 кг, и что интересно, у них максимум столетних, но максимальная продолжительность не увеличивается, как у мышей и крыс при ограничении калорийности питания, то есть не все видимо однозначно, но уже в Токио у столетних потребление килокалорий уже примерно на 200-300 в день больше, потому что в Токио больше интенсивной жизни, чем на окинаве, а северянину просто не выжить, поэтому это все относительные цифры, но они заслуживают своего внимания, поэтому горячей точкой в геронтологии является поиск препаратов, которые позволяют нам есть все, но вместе с тем принимая какую-то таблетку, ограничивать потребление усвоения глюкозы, ограничить нарастающий избыток веса и предотвратить все то, что связано с возрастом и с избытком веса. И вот эта группа препаратов получила название меметики калорийной ограниченной диеты. Американцы стали испытывать 2-дозокси-глюкоза, с ней получился негативный результат, она оказалась канцерогенной или просто никакого эффекта не оказывала. Антидиабетические бигуаниды, сейчас я о них расскажу, но еще анорексанты попробовали. Анорексанты это вещества, которые отбивают аппетит. Вы видите, что происходит сейчас по ящику по телевизору, показывают часто аноректичных женщин, актрис, которые впадают в анорексию, выглядят как скелеты ходящие и думают, что это красиво, хотя большинство мужского населения земли, другое мнение на этот счет. Вот в 80-м году Владимир Михайлович Дельман это отечественный ленинградский ученый, эндокринолог, онколог, работал в нашем институте онкологии, он, к сожалению, умер несколько лет назад, предложил использовать антидиабетические бигуаниды для продления жизни и профилактики рака. И вот я был тогда в соседней лаборатории работал экспериментальных опухолей она называлась. Наша лаборатория занималась испытанием вещественно-канцерогенную безопасность, на продлении жизни мы тоже этим занимались. И вот поставили совместный опыт для лаборатории и получили, что у мышей высокораховой линии Ситриевич существенно увеличилась продолжительность жизни, вы видите наклон кривой на 25% примерно. и в 4 раза снизилась частота опухолей. Эта работа была публикована в 80-м году на английском языке в 79-м докладах Академии наук и была благополучно забыта. В 2005-м году, когда у нас появились вот эти трансгенные мыши вот с этим онкогеном, мы решили вернуться к этой проблеме и повторить с метформином. это новый препарат из этой группы относительно новый который пришел на смену метформином но тоже антидиабетический бигуанит. И с изумлением обнаружили, что на этой очень жесткой модели метформин продлевал жизнь примерно так же и вы видите уменьшал существенно множественность вот здесь представлена каждая мышка красным это когда 10 опухолей на мышку потому что 5 пар молочных желез а это одна опухоль и вы видите что жили дольше и множественность опухолей была меньше затем мы повторили это на другой линии уже низко раковой ну относительно низко получили видите увеличение продолжительности жизни здесь 38% почти как ограничение калорийности питания и тут начался какой-то бешеный бум в клинике американцы и англичане одновременно опубликовали в 2005 году статью что они сделали открытие что бигуаниды снижают риск рака молочной железы у больных с сахарным диабетом второго типа мы продолжали работать в этом направлении и опубликовали работу в 2011 году с попыткой выяснить в каком возрасте надо начинать ограничение калорийности питания потому что все думают о пройдении жизни когда им уже ну скажем в послепродуктивном периоде оказалось что чем раньше начинать применять метформин тем надежнее эффект у старых животных практически эффекта уже нет то же самое было с ограничением калорийности питания мы испытывали антидепетические бигуанины на разных моделях опухолей поскольку я онколог работаю в институте онкологии мы использовали очень многие модели вот эта модель канцерогена диметилгидрозин это однократно ввел или 5 раз лучше через недельный интервал 100% через полгода аденокарцином толстой кишки такого же строения как у человека и применение финформина существенно тормозило это было опубликовано к сожалению только на русском языке в 77-80-м годах два же повторено два повтора было сделано затем уже с метформином мы сделали на разных моделях вы видите опухоли кожи индуцированные бенспиреном вы видите они такие же жемчужины плоскоклеточные раки это коррелировало с антиоксидантным эффектом и вот здесь просто мы суммировали на каких моделях метформин тормозит канцерогенез молочная железа толстая кишка шейка матки легкая почки кожа мягких тканей нервной системы лимфоид это все мышиные крысиные данные но пошли публикации на людях и вот с 2005 года вот эта первая работа Райта Бовкера 2006 года и за последние два года 45 примерно обзоров если по подмеду посмотреть набрав метформин канцер только обзоров 45 это колоссальное количество и вот смотрите экспоненциально растет число публикаций по метформину вот на 18 октября уже 1427 24 публикация и вот они пишут здесь во первых испанцы в отличие от американцев цитируют российских авторов европейских они пишут что Дильман в 70-м году предложил и сейчас подтверждено что метформин но не другие антидиабетические препараты существенно уменьшают треск рака и улучшают выживаемость у диабета второго типа диабет второго типа это диабет пожилых связан с салисулинорезистентностью это и старение и рак вот журнал Reuvenation Research название нехорошее журнал вполне корректный и они пишут вот тоже цитируют нашу работу 80-го года и пишут мы заключаем что метформин в настоящее время один из наиболее обещающих геропротекторов а вот что было в Science 6 января этого года был огромный комментарий по метформину ни одной ссылки на работы европейцев и тем более россиян и утверждение что метформин на 25-40% снижает риск умереть от рака и вот эта фраза которая вдохновляет метформин уже спас от смерти от рака больше людей чем любое другое лекарство в истории он наиболее назначающий часто назначаемый антидибиотический препарат в мире 120 миллионов рецептов в год это колоссальное количество колоссальный бизнес но это хорошие результаты сейчас в США в Швейцарии в некоторых других местах проходит испытание применения метформина для профилактики преждевременного старения то есть не у людей с избыточным то есть сахарным диабетом второго типа а просто с избыточным весом или просто желающих увеличить свою продолжительную жизнь малые дозы метформина достаточно эффективны и безопасны почему это так работает вот последние годы большое внимание уделено вот этому этой протеинкиназе тор это не башня и не бублик это так же тофарапамайсин антидибиотикарапамицин который ингибируя эту протеинкиназу тормозит пролиферацию а пролиферация это ключи для канцерогенеза и для старения как вы знаете и вот смотрите и ресвератрол и ограничение калорийности питания и метформин все замыкаются вот на этот на этот на эту протеинкиназу на тор это возможно ключевой фактор в этом и генетические манипуляции на этом гении контролирующий эту протеинкиназу тоже показывают что ее выключение продлевает жизнь вот в Nature в 2009 году вышла публикация когда в трех питомниках это уже в рамках национальной программы тестирования герпротектора в США была сделана почему здесь остров Пасхи потому что рапомицин впервые выделен из растения которое произрастало почему-то только на острове Пасхи ну это мистика какая-то и вот вы видите продление жизни на 8-14% это немного но достаточно большое число животных там до 300 самок и самцов было взято хорошая работа но к сожалению они не проанализировали частоту опухоли вот повторение которое они сделали на самцах и самках тоже получили 10-18% но почему-то они не написали сколько животных в группах и только небольшая часть из огромной из огромного опыта исследовалась на опухоли мы же одновременно изучали на разных линиях животных рапомицин начали в то же годы но поскольку мы делали морфологию мы отстали на 2 года публикации и вот обнаружили что у мышей трансгенных вот с этим онкогеном вызывающий рак молочной железы замедляется частота опухоли и увеличивается продолжительность жизни причем мы посмотрели вот на этой линии 129 СВ мышах вы видите что у этих мышек характеризуется очень высокой частотой опухоли матки это аденокарциномы саркомы и гемангиомы вот так они макроскопически выглядят и вот статья которая вышла в 10-м году то есть на год позже на трансгенных мышах вот она опубликована в Америке Джонл Патологи что ингибитор тор рапомицин увеличивал продолжительность жизни и развитие у трех линий мышей одна американская вот эта одна наша и вот та Хира 2 и 129 на трех в линиях мышей это подтверждено следующая горячая точка которую я хотел привлечь ваше внимание это воля пифиза шишковидной железы когда-то основоположник можно сказать советской геронтологии академик богомолец сказал что это рудимент который только мешает организму на самом деле оказалось что эпифиз имеет ключевое значение во многих процессах жизнедеятельности прежде всего он продуцирует мелатонин который еще называют гормоном ночи он продуцируется ночные часы с возрастом его пик снижается у столетних он ниже или извращен примерно одна треть людей имеет нормальный пик мелатонина может быть поэтому они живут дольше и угнетают ночной пик мелатонина вот это очень важно потому что это фактор окружающей среды проживание на севере сменная работа частые перелеты через океан летчики стюардессы постоянное освещение свет ночью бессонница ну и повреждения это уже экзотика все они угнетают ночной пик мелатонина и увеличивают скорость старения и риск рака вот эта работа которая ясно показывает это были мутантные хомячки с мутацией в циркадном осцилляторе супрахиазматического ядра гипоталамуса и вот мутация в нем вызывала укорочение продолжительности жизни на 25-30% если мутантным хомячкам пересаживали эмбриональную ткань от хомячков дикого типа продолжительность жизни восстанавливалась они не делали морфологии не смотрели опухоли но уже это говорит о том что циркадные ритмы для чего-то нам очень нужны мы все живем под солнцем день-ночь меняет завидным постоянством уже огромное количество лет и все живое на это реагирует и вот в настоящее время известны гены которые определяют циркадные ритмы часовые так называемые вот один из них выключение его период ген период 2 вызывает преждевременное старение увеличивает чувствительность мышей гамма-радиации вы видите одного возраста мыши это с гладкой шерсткой эти уже лысые с кифозом седые если их облучить у них моментально возникают лимфомы вот здесь показано что разные мутации в разных часовых генах вызывают достаточно схожие синдромы это уменьшение продолжительности жизни выключение цикла увеличение частоты опухоли вот гены клок вызывают мутации выжирение метаболический синдром тоже преждевременное выключение репродукции БММ уменьшение продолжительности жизни перекисление лепидов катаракты саркопения мышечная слабость атрофия а вот этот часовой ген который определяет цветовое зрение он никак не влияет на продолжительность жизни видимо так Господу было угодно почему это все так важно мышиные данные для нас с вами потому что увеличивается существенное число занятых на производстве в смену люди работают по ночам это и медики и полицейские и электрики компьютерщики сидят заполнить потому что трафик дешевле и вот смотрите что происходит с заболеваемостью коронарная болезнь сердца на 51% ожирение метаболический синдром 56% язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки почти в 4 раза рак груди рак толстой кишки на 36% работа китайская ну американские китайцы конечно показали в декабре 2005 года что в 95% случаев рака груди у женщин имеет место нарушение циркадных экспрессии циркадных генов это очень серьезно сейчас это на 8 видах опухоли уже подтверждено а вот картинка которая производит большое впечатление своей ну можно сказать красотой а можно сказать глобальностью эффекта который сегодня недооценен потому что он получил название светового загрязнения вы видите крупные города Европы вот Петербург Хельсинки Осен Стокгольм Восточный Победитель США Япония вы видите токи выделяются даже на фоне залитой огнями Японии вот цепочка сибирских городов можно здесь в Новосибирске найти он тоже освещен ночью вот мы прилетели освещен сверху вот это имело бы малое значение если бы не появилась работа 2008 года когда группа американских и израильских ученых наложили карту освещенности светового загрязнения Израиля и наложили карту каждого случая рака молочной железы и карты абсолютно совпали они были настолько этим озадачены что решили проверить это на всех остальных странах собрали информацию по 166 странам и получили совпадение что риск рака груди и простаты у мужчин выше в более освещенных ночью местах вы видите как менялось световое загрязнение в США на протяжении прошлого века и прогноз на нынешний век а вот здесь представлены данные что 40% света от обычных светильников освещают то что должно освещать 50% загрязняют только 10% дают архи-свет и вот вы много сейчас слышите о светодиодных лампах это я считаю большое несчастье что их предлагают заменить обычные появилась работа что в 4-5 раз светодиодные лампы сильнее подавляют мелатонин если лампы обычные электрические подавляют ночной пик мелатонина при освещенности порядка 100 люкс то здесь достаточно 4 люкс голубого света вот с короткой длиной волны чтобы подавить ночной пик мелатонина а это очень серьезно вот смотрите как американцы изучали смертность рака молочной железы у коренного населения Аляски потому что Том Эрен такой есть теоретик этой проблемы из Кельна Германии он говорит что в Арктике должно быть меньше рака и действительно аборигенов было меньше но аборигены изменились сейчас на Аляске у эскимосов инуитов сейчас их называют там целую группу объединили аллеуты выросли в 3 раза в 69-го года по неизвестной причине это статья 2006-го года но ведь в каждом чуме сейчас вместо керосиновой лампы стоит движок есть компьютер есть электричество 60-50 герц и вы видите что электровооруженность увеличивается существенно с возрастом и ближе чем ближе то есть со временем и чем ближе к северу таким образом мы предполагаем что это связано не просто с изменением образа жизни не просто с факторами неизвестными а именно с влиянием светового загрязнения почему это можно утверждать вот доктор Борисенков из Сыктывкара недавно защитил диссертацию в нашем институте по онкологии он проанализировал частоту рака на пяти континентах вот такую книжку издает такой справочник каждые пять лет международный агентство по изучению рака это такой международный институт во Франции и оказалось что чем ближе к северу тем выше риск рака молочной железы рак тела матки и рак толстой кишки а рак шейки матки и рак желудка значительно чаще на юге ну врачи хорошо знают что рак шейки матки и рак желудка связан с инфекцией это вирус папилломы рак шейки матки геликобактер пилори рак желудка а вот рак молочной железы рак тела матки может быть связан с пестернизацией образа жизни то есть более жировая диета, более высокие доходы, но и существенно выше световое загрязнение. Поскольку на людях это все трудно выяснить, мы попытались это сделать на мышах и крысах. Вот здесь была работа, сделана вот на этой нашей любимой линии с трансгенных мышей. Мы посмотрели, как 300 люкс и 2500 люкс влияет, когда круглые сутки горит. И вы видите, что опухоли чаще, больше множественность. Если ввести мелатонин животным с постоянным освещением, или это light-light, не 12 часов light-dark, а круглые сутки, вы видите, что это тормозит, и экспрессию этого онкогена мелатонин подавлял 2,5 раза, 2,5-3 раза. Вот здесь то же самое сделано на мышах, такой любимой многими иммунологами линии СИБИ, она низкораковая, сравнительно долгоживущая. Вы видите, что этих мышей позднее, намного раньше выключается цикл в контроле, нарастание животных с нарушением цикла. А вот при постоянном освещении опухоли, видите, в контроле, и существенно раньше и больше возникает при постоянном освещении. А мелатонин, то есть гормон, который определяет циркадные ритмы, тормозит, замедляет, увеличивает продолжительность жизни, снижает опухоли, и влияет на те самые гены, которые контролируют и клеточный цикл, и адгезию, то есть межклеточные взаимодействия, мембранный транспорт и митохондриальные гены. 8 из 16 митохондриальных генов мелатонин модифицирует. А это очень существенно для... Он считается самым эффективным природным антиоксидантом. Вот работа, которая проведена была в Петрозаводском государственном университете доктором Виноградовой, которая присутствует в этом зале и будет выступать завтра на съезде геронтологов. Она разделила животных на 4 группы, 4 световых режима. Стандартное освещение 12-12, постоянное освещение, круглые сутки горел свет. Естественное освещение, то есть когда окна Виварии, как в вашем замечательном Виварии, не закрыты, а наоборот открыты, и если полярный день, полярный день так и есть, если полярная ночь, то за окном у них недалеко от Вивария вокзал, и они подвергаются такому же световому загрязнению, как мы с вами. И комната была световой депривацией, то есть красный свет, как в фотокомнате, включался только для уборки с животными и кормлениями. В каждой комнате были контрольные самцы и самки. Мелатонин получали, и пептид, и пифиза, и тетропептид, который стимулирует продукцию мелатонина. Вот вы видите, что при постоянном освещении и естественном освещении с севера ускоряется половое созревание и ускоряется выключение цикла, а в темноте замедляется половое созревание и замедляется старение репродуктивной системы. Вот это кривые выживания. Видите, что при постоянном освещении и естественном режиме освещения сокращается продолжительность жизни. Опухоли возникают значительно раньше по сравнению с контролем. И что очень впечатляет, у этих животных развивался метаболический синдром. То есть то, что имеет место у людей на севере. На севере очень распространено нарушение жироуглеводного обмена. Это избыток веса, абдоминальный жир, избыток липидов, инсулина, прижременное выключение, включение репродуктивной функции, и, конечно, увеличение риска опухолей. Применение мелатонина и петалона предупреждало эти процессы, замедляло старение. И вот в 2007 году в Ланцете была статья рабочей группы, заключение рабочей группы Международного агентства по изучению рака, которая заключила, что сменная работа, проводящая к нарушению циркадных ритмов, и световое загрязнение ночью канцерогенной для человека. Они тогда отнесли группе 2, возможно, канцерогенной. Но в 2010 году уже появилась работа по Израилю. Сейчас это может быть пересмотрено и отнесено группе 1. То есть этот фактор очень существенный. Мы его недооцениваем, мы любим приезжать в Петербург в белые ночи. На самом деле это не есть хорошо. Здесь я суммировал эти данные. Вот вы видите, что в эксперименте мелатонин тормозит развитие опухолей самых разных локализаций. Молочные железы, эндометры, шейки, матки, влагалища, толстые кишки, кожи, мягких тканей, печени, легких. Продлевает жизнь. И вообще, можно сказать, что если эпифиз уподобить биологическим часам, то мелатонин можно уподобить маятнику, который обеспечивает ход этих часов и снижение амплитуды, которое приводит к их становку. Или как солнечные часы, когда солнце высоко, тень коротка, мелатонина мало. Солнце садится, но мелатонина много ночью. Вот такое сравнение тоже. И вот сумма, суммарно. Угнетение ночного пика, достигаемого самыми разными способами. Либо мы живем на севере, получая коэффициент, либо сменная работа, летчики, бессонница, воздействие электромагнитных полей, бытовой частоты. Все это снижает ночной пик мелатонины, ускоряет преждевременное старение и развитие опухолей. Противоположный процесс замедляет это. Ну еще хотелось бы остановиться на некоторых интересных точках современной геронтологии, которые могут иметь серьезное значение. Активно развивается вот эта пептидная регуляция старения, когда в Петербургском институте биорегуляции геронтологии были созданы пептидные препараты. Первые это были экстракты, еще и эпителамин из эпифизы, эти малин из тимуса животных, они увеличивали продолжительность жизни мышей, крыс, дрозофил. Различные механизмы, это целая лекция будет на этом съезде, можно послушать. На разных видах животных получено увеличение продолжительности жизни, и даже на людях, правда на небольшой популяции, но это сделано Киевским институтом геронтологии, на людях с ускоренным старением получили снижение смертности за 15 лет применения этих пептидов. Вот здесь показано, что они замедляют старение и увеличивают выживаемость мышей ЦБА. Ну вот, в портрет Аловникова всем известен. История теории маргенотомии, теломеративный раз, достаточно драматична. Алексей Матвеевич Аловников в 71-м году выдвинул теорию маргенотомии укорочения теломер. Объясню, и Митхайфлика в 85-м году Грейдер и Блэкбурн открыли теломеры, получили в 2009-м Нобелевскую премию, забыв о вкладе Аловникова. Но это стандартная ситуация. Вот Блэкбурн предложила даже тест на длину теломера, на тест наскорение. Но она биолог все-таки. Известно, что теломеры уменьшаются на 30-60 пар оснований в год. Не во всех тканях. Более того, у людей даже одного и того же индивидуума можно посмотреть длину теломера в разных уровнях и оказывается она разная. У столетних нет в врачении теломера, есть такие данные. То есть вот это говорит о том, что этот тест еще преждевременный. Вот работа тоже в НЭЙЧе. Депина, группа, известный очень американский исследователь, показал, что реактивация теломераза продлевает жизнь, улучшает качество жизни. Но продолжительность жизни при этом может быть увеличивается, они это не сумели показать, а об опухолях тактично умалчивают. Но онкологу понятно, что теломераза, она в половых клетках работает и в опухолях. Поэтому здесь вопрос очень сложный. А вот вопрос, который нас с вами всех лично волнует, потому что показали, была необычная работа, что выживаемость мужчин с высоким IQ существенно выше, чем мужчин с низким IQ. А у женщин наоборот. Я спросил Алексея Матвеевича Аловнику, как ты считаешь, с чем это связано? Он ответил очень просто. Женщина с высоким интеллектом живет в большем стрессе. Она должна доказывать свою состоятельность. Это действительно так, к сожалению. Но вот что поразительное, что у лиц с более низким образованием более короткие теломеры. Есть такие публикации, в общем, достаточно надежные авторы. Причем длина теломера увеличивается с каждой новой ступенью образования. Чем выше квалификация, тем дольше человек будет жить. Была даже работа Мадам Эфферс, американская исследовательница, которая показала, что психологический стресс, психогенный, укорачивает длину хромосом. Это совпадает вот с этим. Женщины живут в стрессе, у них короче теломеры, поэтому они... Но все-таки женщины живут дольше мужчин. В среднем. А вот вопрос, который нас заинтересовал, когда было столетие Нобелевской премии. Помните, широко празднованной. Мы посчитали продолжительную жизнь Нобелевских лауреатов. И оказалось, что физики, экономисты, конечно, больше всего живут. Это и у нас так. По литературе меньше живут. Потому что более субъективный принцип. Они больше переживают, дадут, не дадут. А здесь нет объективных критериев. Вот проанализировали в ответ на эту работу московские химики, справочник Академии наук. И оказалось, что действительно члены живут на 9 лет больше, чем средняя популяция образованных людей, мужчин России, и больше, чем коров. Поэтому надо стремиться в Академии. Вот недавно в журнале, то есть не в журнале, да, это журнал демографических исследований, издающийся институтом Макса Планка в Ростоке, это ведущий демографический институт сейчас в мире, Джим Мапель возглавляет его, они сравнили продолжительность жизни академиков двух самых старых и больших академий, Роялс-Асайте, британской и российской. И оказалось, что российские академики живут на 3 года меньше британских. Во все времена, начиная от Ломоносова и кончая нашей. Видимо, стабильность какая-то генетическая. Вот картинка, которая знакома каждому биологу сегодня. Это последствия дисфункции теломер. Украшение теломер может вести к летшему старению, старению организма, пойдешь налево и пойдешь направо, это нестабильность генома, нарушение апоптоза и развитие рака. Факторы, вызывающие клеточное старение, тоже хорошо сегодня известны. Это активация анкогенов, даже химиотерапии, это токсический препарат, окисительный стресс, лимит хайфика. И вот Джудит Кампизи, известная исследователь из Беркли, написала интересную статью с хорошим заголовком. Стареющие клетки хорошие граждане, но плохие соседи. Дело в том, что вот есть такое понятие антагонистическая плеотерапия, то есть те факторы, которые в молодом возрасте оказывают защитный эффект, пожилом оказывают плохой эффект. Она сформулировала это вот так, пожилой возраст, накопление клеток с признаками снарения может способствовать развитию злокачественных опухолей. Это написала в 2005 году, но если бы она была в немножко внимательной к литературе, Владимир Михайлович Дильман это написал в Ланцете, один из наиболее цитируемых журналов, в 1971 году. Вот работа, которая была недавно в Nature и признана журналом Science одной из наиболее значимых работ за 2011 год. Это удаление стареющих клеток замедляло проявление старения в организме мышей. Была использована очень сложная конструкция, там три различных группы мышей с различным генотипом были, скрещивались, и в общем продолжительность жизни у них не увеличивалась. Более того, мыши погибали из-за остановки сердца, и говорить, что это улучшается качество жизни, я бы не стал. Я написал автору Ван Дурзену, лидеру этой группы, спросил его, возникают ли опухоли у этих мышей, потому что это важно. Он сказал, что опухоли не было. Но потом вот он сообщил, что они жили меньше 10 месяцев, а в этом возрасте опухоли в этой линии даже при такой комбинаторике не развиваются. Ну и в заключение я хотел еще немножко сдержать ваше внимание вот на такой достаточно простой схеме, которая говорит о том, что стволовая клетка может дифференцироваться, это процесс, ведущий к старению, повреждению клетки, гибели ее, и гибели организма в целом. Либо клетка может повреждаться, становится инициирована, если факторы промоции канцерогенеза превалируют над факторами антипромоции, она становится трансформированной, и в конечном счете ведет к раку. То есть выхода у витязи нашего нет. Пойдешь налево, погибнешь от старения, пойдешь направо, погибнешь от бессмертия, раковая клетка бессмертна, но она убивает организм, на котором она существует. Была опубликована работа, в которой все гены, которые влияют на оба процесса, были классифицированы гены защитники, гены сторожа, и вот гены, которые, гены смотрители, которые определяют репарацию ДНК и стабильность генома, вот антиоксиданты, ген супероксидисмутаза, каталаза и так далее, апоптоза, влияют и на старение, и на рак. Гены сторожа, это гены контролируют пролиферацию, межлеточные контакты, вот СИХ, коннексины. Мы еще добавили гены гомеостаза, это гены НЮ, голых мышей, гормон роста, рецепторы гормона роста, ИГФ-1, АПА, АПИ, часовые гены. И в конечном счете, они влияют и на старение, и на канцерогенез. Почему это так важно? Если сейчас вот большой бум, считается, что работать неприлично, на нормальных мышах надо брать трансгенных, нокаутных, и это что-то доказывает. На самом деле, не все так просто с этой технологией. Но оказалось, что замедление старения достигаемое либо мутацией в гормонии роста, либо вот рецепторы гормона роста, либо метилгуанин, метилтрансферазы, которые ферменты репарации, аутилирующих повреждений. Замедление старения уменьшает речь крака. А вот ускорение старения любым путем увеличивает. Здесь и ожирение, и снижение иммунитета, и гормон роста, и гены, репарации, ДНК, межклеточные контакты, опять же, нокаут. И вот геропротекторы, о которых мы с вами говорили, таблетка от старения, все они влияют и на старение, и на развитие опухолей. И все они, в конечном счете, меметики в разной степени ограничения калорийности питания, потому что все они действуют таким образом, что моделируют какой-то из эффектов вот этой самой диеты, которая, как выяснилось, у приматов улучшает качество жизни, но не увеличивает продолжительность жизни. А вот картинка, которая мне очень нравится, которую придумал Николай Маркович Эммануэль Садмила Константиновна Обухова в Институте химфизики в Москве. Они классифицировали геропротекторов по типу замедления, то есть кинетики процесса, то есть кинетики вымирания. И предположили, что вот некоторые геропротекторы сдвигают кривую вправо, некоторые меняют наклон кривой, некоторые делают кривую гомперца, как ее называют, прямоугольной, то есть доживают до более пожилого возраста, а максимальная продолжительность жизни не меняется. Вы видите, что средняя продолжительность жизни была одинакова. И когда вот мы этим пытались обратиться к этим кривым, проанализировать, от чего же умирали эти животные, удалось установить, что соответственно типу замедления старения меняется кинетика развития на образовании. При таком раскладе они просто возникают позже с той же частотой. При таком их становится меньше, а здесь даже увеличение риска рака. И вот здесь-то возникла такая мысль, что в странах, которые более, ну, в западных странах, где большая продолжительность, средняя ожидаемая продолжительность жизни, почему-то больше рака, чем в Уганде, скажем, в Африке. Казалось бы, живут дольше, а платят развитием опухолей. И вот, вот эта кривая как раз соответствует тому, что происходит у людей. Почему это можно об этом утверждать? В 2000 году произошло знаменательное событие. Доктор Яшин в институте Макса Планкова демографических исследований в Ростоке, группой русских математиков из Института проблем управления Академии наук, которые приезжали каждый год в течение 10 лет в этот институт. Они показали, что в 2000 году произошло беспрецедентное событие в истории человечества. Кривая комперса стала из прямоугольной и становится параллельной. Вот я начал лекцию с того, что число столетних стало удваиваться. Это говорит о том, что изменилась максимальная продолжительность жизни. Не 95 лет, а 5-110. И вы смотрите, что произошло сразу с заболеваемостью. Не смертностью. Смертность зависит от успеха медицины, хирургии, химиотерапии. А заболеваемость стала снижаться. То есть получается, что если перейти от мышей и крыш к человеку, то получается, что мы лежали в первой половине 20-го века, у нас была вот такая кривая, сейчас у нас такая. Если мы достигнем вот такого способа замедления старения, то мы снизим и частоту рака, и других возраст зависимых заболеваний. Помните, кривые, они идут параллельно, сердечно-сосудистый рак, потому что все сцеплено. И вот недавно Михаил Благословный, это я не раскрою большую тайну, это сын Дильмана, который уехал еще в студенческий, ну после окончания института, в ординатуре был, уехал в США и сейчас профессор института Госфорда Парк Баффлова. И вот он придумал такую схемку, которая недалеко отходит от того, что я показывал раньше. Он говорил о том, что обычная медицина увеличивает продолжительность жизни, предупреждая смерть от ассоциированных возрастом заболеваний. При этом увеличивается число пожилых больных. То есть эта стратегия геронтологии. Мы увеличиваем, лечим болезни и увеличим число пожилых больных. Хотя медицина антистарения должна замедлять старение и начало возрастных заболеваний. Тогда они будут отодвинуты на конец жизни, инвалидизирующая сила их будет уменьшаться. И в общем к этому нужно стремиться. Вот рекомендация университетского госпиталя Женева, одного из серьезных центров изучения антистарения в Европе. Здесь в шуточной форме это все написано, но за каждым стоят серьезные исследования и можно аргументировать ссылками. Каждый сам задумает, почему это так. И вот наш Витязь может выбрать любой путь. Либо искать фонтан юности, либо молодильные яблочки, либо эликсир молодости. Но как говорил Льюис Коррелл, все равно куда идти, куда-нибудь ты наверняка попадешь, если будешь идти достаточно долго. Это Алиса говорила. Что делать человечеству в такой ситуации? В 2002 году была принята программа ООН по старению в 21 веке. Вот сейчас 10 лет ее. Мадридский план так называемый. Это грандиозная программа, направленная на исследование процесса старения. Проблема старения сегодня формулируется как проблема благополучного старения, или здорового старения, что подразумевает низкую вероятность заболеваний, инвалидизация, высокую умственную способность, физическую активность, участие в социальной жизни. И вот лозунг современной геронтологии европейской «Пожилые люди не обузы государственного ресурса». Это так звучит серьезно, так важно, что переоценить вот эту фразу недооценить невозможно. Это очень важно, потому что квалификация молодежи сегодня, к сожалению, недостаточно для того, чтобы обслуживать цифровые станки, обслуживать самолеты, электронику, вы сами знаете, сколько катастроф сваливаются на человеческих факторах. А это все говорит о том, что снижается квалификация. Какая стратегия должна быть? Это участвовать в проблемах пожилых должно и правительство, и неправительственная организация, академия, частный сектор. Во многих странах есть Министерство по делам пожилых. А когда мы обратились в Думу геронтологического общества, обратились в Думу с письмом, что давайте создать их подкомитет по делам пожилых во Франции, Министерство по делам пожилых, они сказали не своевременно. Видимо, они молодые, заняты другими делами. Вот открытое письмо ведущих геронтологов, 54 ведущих геронтологов мира, написали письмо, где подчеркивается, что идентификация исследователей фундаментальных механизмов старения и поиска способов его замедления может привести к намного большим дивидендам, чем непосредственным противостоянием возрастным патологиям. Вот вспомните то, что Миша Благословный показывал. То есть это та же самая мысль, только он выразил в графической форме. А вот программа, которая сегодня принята международным европейским сообществом. Это было в прошлом октябре в Европарламенте дорожная карта, сейчас модное слово, дорожная карта, исследование старения Европы. Семь главных приоритетов. Вот здесь они перечислены. Это здоровое старение для увеличения продолжительности жизни, поддержание восстановления ментального здоровья, включения и участия пожилых в общество и рынок труда, гарантированные качества поддержания систем социальной защиты, благополучное старение дома и в обществе, неравное старение и связанное с возрастом неравенства. И биогеронтология конечно занимает свое существенное место. О том, что это все не пустые слова говорит потрясающий пример Германии. Германия в 1949 году разделилась на два государства. Моноэтнические фактически народ был в значительной степени более гомогенный. И в ГДР продолжительность жизни была меньше, несмотря на то, что в ГДР для нас была витриной социализма. И вот за 10 лет после падения Берлинской стены смертность в ГДР бывшей уменьшилась до уровня ФРГ, а по темпам при росте столетних они даже обгоняют. Это говорит о том, что существенным улучшением качества жизни при всем медицинского и социального обслуживания можно добиться за ничтожный исторический слог 10 лет существенных изменений в продолжительности жизни населения. Наше все Ломоносов говорил, что полагая в письме графу Шувалову написал, что сохранение размножения российского народа именно в нем состоит величество могущество богатства всего государства они в обширности тщетны без обитателей. Это как раз вот что мы наблюдаем. Поэтому хочется ответить на вопрос что же ожидает государство общество в целом от исследований по грантологии. Ученые предлагают программу профилактики возрастной патологии предложили международный проект в котором участвовали многие серьезные западные ученые общественные организации наука против старения состава на липсайте это можно все найти проект все это лежит на столах в думе в правительстве никому это не нужно. Более того наш бывший министр замечательный бухгалтер Татьяна Алексеевна Голикова написала то есть сказала в ответ на замечание президента в то время Дмитрия Медведева что количество людей которые находятся за границей президентного возраста к сожалению растет но в любой нормальной стране это было бы три часа до ее отставки а сейчас она советник президента советует что-то полезное а вот что делает наше руководство с нашей страховой медициной у нас была система Симашко помните нарком здравоохранения первый он придумал систему государственной медицинской помощи которая используется в Великобритании во Франции в Италии ну с модификациями конечно но принципы которые выразил Симашко мы же берем самую плохую можно сказать систему американскую и фактически вот что сказал зам директора и общественного здоровья Академии меднаук Лен Братон что мы кормим колоссального посредника то есть это пылесос такой или насос созданный для улучшения жизни вот определенные категории людей поэтому моя цель умереть до того как наука изобретет способ заставить прожить меня до 150 лет спасибо аплодисменты спасибо вам большое за замечательную лекцию можно перебраться вот в первую из первых ваших сценарий где у вас была продолжительность жизни вот это вот это стремительно нарастает как раз две категории заболеваний после шестидесяти пяти лет. Это значит сердечно-сосудистые, да? Мираж. А значит, получается так, что частота этих заболеваний возрастает, правильно? С возрастом. А второе, значит, одна из причин, что клетки застывают вот в этом состоянии клеточная совместность, старение, когда они могут либо свалить, значит, брак, либо, значит, ничего с ними не происходит. Можно ли задержаться вот в том периоде, когда не будет предшествовать вот этому сваливанию браковую, а пробить саму стареющую клетку? Как долго она вообще, в принципе, может существовать в организме, прежде чем примет решение о клеточном объявлении? Ну, вы совершенно четко сформулировали задачу, которая стоит перед геронтологией. Замедлить интервал между пассажами, вот если инвитро перенести. Да, вот если вот инвитро, вот замедлить его переход. Ну, вот две группы ограничения калорийности питания, так работает. Метформин, мелатонин и петалон. Это синтетический тетропептид, который производит мелатонин. Есть специальные эксперименты по использованию мелатонина, скажем, в качестве антиракового средства? Вот, раз уж такой, значит, или вот эти еще глупые вещества? Я показал это на многих моделях канцерогенеза. Сейчас в нашем институте онкологии в Петербурге на трех отделениях изучается влияние мелатонина. Мелатонина будет защищаться парень, который показал соделение гастроинтестинальных опухолей. Показал, что безрецидивный период у больных раком толстого кишечника и раком желудка увеличивается достоверно на применение мелатонина в ничтожных дозах. То есть не надо применять в дозе 10 мг, а достаточно одного-трех мг перед сном, чтобы снизить рецепт. Это как камертон или как сигнал управляющий. А еще вот последний вопрос, скажите, пожалуйста. Вот, значит, вы такой пример привели прекрасно. ГДР и социальные факторы международного величия продолжительной жизни. Так вот все-таки соотношение между генетическим и биологическим компонентным и социальным. Как бы вы его на ваш взгляд совмесли? Так это так в начале было сказано, генетические 30-35%. То есть вот так же вы оставляете, вот здесь-то явно, что социальные даже можно увеличить, не водитель, чтобы она вредила разными? Понимаете, здесь ситуация немножко сложнее, потому что это люди, родившиеся в одно время. Они родились в начале прошлого века. А, но это тогда, если это та же самая популяция, то это значит чистый эксперт. Конечно, это удивительно чистый эксперт на миллионной популяции. Есть, извините, я добавлю очень яркий пример. Это Анатолий Вишневский, известный демограф московский, посчитал, какая была продолжительность жизни у членов политбюро и ЦК ХПСС. И оказалось, что у них продолжительность жизни была очень высока, если их не ликвидировали насильцами. Да, понятно. Была профессиональная вредность тогда, ну да. Пожалуйста. А применение, скажем, менотонина, оно не уменьшает выводку собственного? На ночах принимать нельзя, не придется ли всю жизнь принимать, потому что своего не будет? Значит, мы пытаемся объяснить, что нужно принимать в период белых ночей, прежде всего, северянам, и в период быстрого укорощения дня, осенью, когда укорачивается быстрый день. Хотя, Вальтер Пир Паули принимает до 50 миллиграмм в день и постоянно. Но это не совсем надежно. Вы довольно много говорили о светом загрязнении. На что действует свет? Мы ходим в одежде так, не на одежду. На сетчатку глаза. Свет попадает на сетчатку глаза. И это вызывает опухоли в остальных частях организма? Да. У первично слепых, то есть людей, женщин, которые потеряли зрение в раннем возрасте, в два раза ниже рака. А продолжительность жизни, кстати, я хотел спросить? Не выше, потому что они в стрессе живут. А, понятно. Правда, есть одно наблюдение, вот мне Пир Паули прислал отиск, когда были первично слепые, но с дегенерацией зрительного нерва, когда полная слепота, потому что может быть частичная. Они живут дольше, чем другие слепые. Со светоощущением слепые, но со светоощущением. А, там же действительно… Там ничтожные доли. Даже пренепатит, да. Еще было? Так, сейчас можно. Минута, да. А вот я насколько понял, вы довольно скептически относитесь к свободно-радикальному теорию истории? Нет, я не скептически, просто она имеет свои пределы, как любая теория. Как говорил Воланд, все теории стоит одна-другой. Пожалуйста. Да, да. Глупый вопрос на тему. А если важно именно световосприятие, то получается, давайте будем носить темные очки и будем жить дольше? Нет. Или как? Должна быть контрастность. Днем должен быть яркий свет, а ночью должна быть абсолютная темнота. Или давайте переедем на экватор, да? Зачем? Ну, там же ярче. Там жарко очень. Ну, вот к этому, вот к этому замечательная проблема тогда возникает. Вообще говоря, мы сильно исказили свой фотопериод за последние, ну скажем так, 50 лет. Да, 130, как изобрели. И это совпало с увеличением продолжительности жизни. Продолжительность жизни, как вы сказали, именно за последние вот эти 50 лет возросла катастрофически. Как вы эти вещи две связаны, несмотря на или что? Значит, вопрос очень правильный, потому что качество жизни существенно изменилось. Ничто так не продлило продолжительность жизни, как изобретение мылой и холодильников. Потому что перестали портиться продукты и снизилась инфекционная заболеваемость. Поэтому надо учитывать все факторы. Ну, на людях это действительно сложно оценить. Очень много превходящих моментов. На животных это проще сделать и это работает. Да, вот эти, вообще говоря, корреляции с освещенностью, это очень косвенная вещь. Но когда вы прямую показываете на животных, это действительно... Причем это даже на андрозофилах работает. Да, да, да. Ольга Владимировна. Кстати, я хотела, чтобы немножко о той компоненте генетической, которая там 30-35%. Понятно, что гены открывают и предполагают, что они как-то связаны со старением. А не цели и есть ли работы в области изучения вот редких моногенных заболеваний, про герои разного вида. Может быть, от обратного есть какие-то попытки оценить все-таки, что конкретно меняет? Ну, есть про герои детского возраста Вернера, про герои взрослых. Хачесуна. Там есть? То есть, наоборот, Вернера. Есть такие, вот он даже описан был в Ленинграде, москвичи-ленинградцы, это был литовец Альгис, который за два года постарел на лет на 50. Что-то у него включилось, и он на глазах старел. Он ему было 29 лет, он стал выглядеть на 65. Опять это было публиковалось и в цитологии, и в успехах геронтологии, и в утехах геронтологии. Ну, я просто предполагаю, что поскольку это редкое заболевание, просто недостаточно этих случаев, чтобы сделать как будто... Я покажу сейчас еще раз. Так, еще вопросы? Вот смотрите, вот этот... Видите, сколько разных генов влияет? Сейчас их гораздо больше. Трансгенных моделей увлечения продолжительности жизни очень много. И ген плота там... Ну, чертов ступи, там до 50 генов сейчас, которые влияют на продолжительность жизни. Это говорит о том, что нет универсального. Так, пожалуйста, Вик. Спасибо. Два связанные вопроса. Значит, есть точка зрения, что человек живет до тех пор, пока хочет жить любой сыной. Хочет жить чего? Хочет жить, причем, так сказать, любой сыной. А, она преодолевает, что-то учится, ищет, значит, голодную еду, значит, там, и так далее, и так далее. Вот он хочет жить и живет. Вот. Как только он успокоился, да, так сказать, наелся, и, так сказать, продленный, значит, ничего не надо, все есть, все хорошо, значит, он умирает. То есть диван, телевизор, могильник. Вот. Значит, как Вы относитесь к точке зрения? И второй вопрос, связанный, как Вы оцениваете связь по зависимости жизни с продлением репродуктивного периода? Значит, я начну со второго. В дикой природе нет старения. То есть животные не доживут, оно есть, но они не доживают до старческого, потому что, как выполнил репродуктивную функцию свою, в дикой природе хищники уничтожают старческую популяцию. Мы ее продлеваем, и в лабораторных условиях мыши и крысы живут тоже значительно дольше, чем в дикой природе. Ну, есть много доказательств, что репродуктивная функция – это трейдов, баланс ресурсов с энергией, животные, которые откладывают много, мекопитающие, у которых много потомства, живут меньше, чем имеющие. Но речь не о том, чтобы осознать много потомства, а о том, чтобы не консолировать, не отключать функцию половой активности. Значит, ситуация такая, что, видимо, Господь так устроил, я имею в виду природа так устроил, когда у женщин задержан выключение цикла, скажем, на 5 лет, у нее увеличивается риск рака. То есть задержка менопаузы тоже опасна. Но в том случае это вызвано какими-то причинами, находящимися в гипоталамусе, в эпифизе у этой женщины. Потому что фармакологическое продление жизни, вот, скажем, мы фенформин давали, эпиталамин, метформин, у них у всех замедляется цикл, замедляется возрастное выключение цикла. То есть они репродуцируют больше. Более того, у нас была работа, которая, в общем, важна очень, потому что мы брали старых крыс с выключенным циклом 16 месяцев, когда у них менопаузы в переводе на человеческий язык. Посадили к ним молодых самцов. Все они бесполезно провели время, беременность не наступила. Потом им две недели вводили препарат, эпиталамин, фенформин. У них восстановились циклы, и они родили потомство. Не 100%, но многие их родили. Метформин, это была сделана работа с Дельманом в 1974 году. Метформин восстанавливал циклы у старых крыс с выключенным циклом. И когда мы вернулись к этой проблеме, мы нашли в литературе, что метформин – лучший препарат для лечения синдрома Штен-Левенталь. Это склерокистозные яичники, когда утолщается капсула яичников, не может произойти овуляция. И метформин индуцирует ее. То есть это не снижение чувствительности к инсулину, это снижение порога чувствительности к гипоталамусу к гомеостатическому торможению, как говорил Владимир Михайлович Дельман. И в таком случае это продлевает жизнь и улучшает его качество, этот наклон кривой меняется, вот второй тип замедления старения. И если мы будем подходить, как Эммануэль рекомендовал, с кинетических позиций, то мы можем понять, что это более физиологично и безопасно. Вот это, между прочим, интересная проблема, что, так сказать, как только у вас кончается репродуктивный период, отбор не интересует, что с вами потом происходит. Конечно. Тому глубоко плевать, что с вами будет происходить. То есть у человека... А, вот к этому второй вопрос. Значит, вот человек и шимпанзе, да, и живут на идеальной диете, да, едят малокалорийную пищу, живут втрое меньше, чем человек. Идея, вообще говоря, очень схожая и гену. В чем проблема? Не знаю. Вот, да. Хотел бы знать. Да. Пожалуйста. А вот, практический вопрос. Вы сказали, что есть проблема с светодиодными лампами. Это в том, что у них узкий спектр, не такой, как у обычных. С чем, с чем? С светодиодные лампы. А узкий спектр или в том, что именно синий спектр? Голубая, головой свет, он короче волна. То есть выбирать те, которые не синие, а узкие? Желтый цвет, солнечный свет, желтый. Пожалуйста. А мы тоже по этому вопросу тогда. Синий цвет поглощает, да? То есть подавляет синтез мелатонина, да? То есть наоборот, когда надо днем использовать синие лампы, да? Ну зачем днем лампы? Сидим вот так, Светлана. Да, это Козьма Прутхов говорил, что полезнее солнце или месяц. Ответственно месяц, потому что солнце светит, когда и так сьют лампы. Все-таки что можно сказать по поводу того, что в России в два раза меньше заболеваемость раком Америки? Да не доживают. Да, не доживают. Так, еще вопрос. Офессианообразование нет, IQ нет. Да, да. Хорошо. Так, Владимир Горазович, вот еще одна проблема. Немножко не к старению, а немножко к другому. Вот вы в самом начале очень хорошо показывали вот эти все предлагаемые таблетки от старости. То есть на рынке недостатков в них нет. Да. Причем, значит, все они, ну не все, часть это чистое шаблатанство, на часть вроде бы как-то подтвержденное. Вообще, вот мне хочется сказать, вот вы, наверное, лучше представляете у нас ситуацию с тем, что называется доказательная медицина. Ну, конечно. Она у нас есть, она у нас когда-то будет, что-нибудь в этом направлении предпринимается, и вот я хочу понять ситуацию. Предпринимается. Мы вот предлагаем уже несколько лет создать систему, как существует в онкологии. Международное агентство по изучению рака, вот я покатываю оранжевую книжку со световым режимом, который... Это монографии по оценке доказательности канцерогенности для человека. Экспертная группа оценивает всю массу результатов экспериментальных, эпидемиологических, канцерогенного вещества или нет. Анализирует, перепроверяет статистику и делает заключение. Группа 1 доказана в эксперименте и в эпидемиологическом. Группа 2 есть убедительные, доказательные, экспериментальные, но эпидемиологических недостаточно. Третья группа там ниже градации, четвертая отсутствует. Мы предлагаем сделать ту же систему для геропротекторов. Единственное, что труднее гораздо оценить эффект геропротекторов на людях. Ну, потому что, понимаете, ситуация, как ухажение среди на США, кома и миром. Помните эту байку. Либо за 20 лет, когда хаджан Средин обещал научить Ишака говорить, либо и мир умрет, либо Ишак, либо я. Эта любимая байка была нашего директора Дмитрия Констыновича. Замечательно. Что когда умер Богомолец, Сталис очень возмутился и сказал, обманул фабрец. Да. Так, нет, меня даже вот что интересует. Значит, я понимаю, а вот, кстати, ладно, вот доказательная медицина, не в геропротектор, а вообще в нормальной медицине. Что-то у нас вообще будет? Ну, конечно. Не, ну, сейчас серьезно к этому относятся, слава Богу. То есть, все-таки прогресс есть. Ну, конечно. Понятно. Так, теперь возвращаясь к продолжению южно-продвительной жизни. Вы как-то обошли вообще полностью самые неприятные последствия пожилого возраста. Это вот Альцгеймера, партенционная и так далее. То есть, не геронитивная болезнь. Значит, число больных Альцгеймером катастрофически растет. Экспоненциально так же, как число столетних. Это проблема. Обслуживание одного больного обходится, по американским данным, от 47 и выше тысяч долларов в месяц. Потому что они их обслуживают. Ну, в общем, да, это бизнес тоже. Но от Альцгеймера никто не застрахован. Нет, вот в основном и фокус. Что значит, вот вы говорили, что некоторые вот эти геропротекторы, они являются и канцеропротекторами. Да. Что вот насчет генеративных болезней? Там какая ситуация? Как вы это видите? Сейчас я еще раз вернусь к одному слайду. Чтобы показать, что я буду... Вот это видите? Когда мы говорим о фундаментальных механизмах старения, намного больше дивиденды. Потому что надо замедлять старение. Не отодвигать его, не отменять старение. Потому что выйти за барьер 120 лет невозможно. Невозможно отменить второе начало термодинамики. Или закон семейного тяготения. Это фундаментальный закон. Каждое животное имеет свой видовой предел. И можно дожить до видового предела. То есть сохранить качество жизни. Вот это должна быть задача. Концепт благополучного старения. Она существенная. И метформин, вот есть данные, что он на когнитивные функции влияет положительно. Есть такие данные. Скажите, пожалуйста, существует ли понятие смерть от старости? Или все равно кто-то, все равно старушка умерла от старости? Она же от чего-то умерла или это? Вот пример этой мадам Кальмо, которая прожила 122 года, 164 дня. Она пила, курила, вы видели ее фотографию. Пила, курила, не была замужем, вела довольно веселый образ жизни. Никогда не работала. Огромное спасибо, Владимир Николаевич.